Вот это скорость просто, мы сейчас эту игру по спидрану пройдем. Приветствую вас, дорогие попутчики, с вами Евгений. Царь дорог, рыцарь пустыни и... Драндулетный ездок. Вот кто я. Приглашаю вас составить мне компанию в удивительном приключении в игре The Long Drive. Вам понравился прошлый выпуск, вот здесь его можете посмотреть, если пропустили, и вы попросили меня еще покататься, что я, конечно же, для вас исполню. Исполню прямо сейчас. Идем покажу, как я катаюсь на машине. Итак, мы здесь, дорога прогрузилась, кролик бегает, все хорошо. Итак, у нас кролик, кстати, дергается что-то. Ты что дергаешься? Ну, хватит. И, кстати говоря, я же не умел до этого глушить мотор, а теперь... Умею. И значит, что мы больше не будем тратить бензин просто так. Выходим. Нам нужно, кстати, найти бензин. Больше бензина это залог успеха. Бензин, 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 ты где? Вот бочка. 68% бензина и 32% масла. Блин, это не то, что нам нужно. А что за баллоны? Возможно, это чтобы я мог их взорвать. Это не работает. Только саблей можно его разрубить. Че? Что-то за звуки я издавал, я не знаю. Извините. Из всего этого хлама нет полезнее здесь предмета, чем унитаз. Монитаз. Его обязательно нужно взять с собой в дорогу. Мы не можем испражняться на песке. Потому что потом он застревает везде. Ну это как-то, не знаю, не по-человечески. Цивилизация все-таки не должна умирать в нас, внутри. Даже если мир просто исчез, погиб. Мы должны оставаться цивилизованными, друзья. Смотрите, бампер. Бампер сияющий, такой классный. Вот этот выкинуть. А ты... Ой. Холодильник, а ты что здесь стоишь? Он пришел, как будто бы. Этот холодильник пришел за мной? Как ты дошел? Это было очень сложно. Но меня подвез кролик, спасибо ему большое. Давай не болтай, полезай лучше в кузов. Правда, здесь есть уже, друг, получше, понадежнее, чем ты. Унитаз. Я же не могу тебя использовать как унитаз, правильно? Не правильно. Я думаю, я могу унитаз внутрь тебя положить. Давай, закрыли. Нет, что-то у них не положился внутрь. Ладно, тогда просто рядом, я думаю, поставлю. Крутанули, запихнули. Черт, уже темнеет. О, смотрите, красиво. Что это, это комета? Нет, это самолет летит. Как вам это нравится? Самолеты летают, цивилизация, значит, где-то живет. А я один здесь езжу по этой дороге пустынной. Я думаю, пора спать. Сейчас осознал, что я очень голоден, и у меня хп. Поднимается холодильник. Так, дружище. О, что за прыжок такой? Кайф. Хорошо, будем иметь в виду, что мы очень прыгучие, если что. Так, это что такое? Вкусная печенька. Ням. По-моему, тут еще круассан лежал. Вот ты мой сладенький. Ой, вкусно. Что еще мы можем отсюда забрать? А, это, кажется, от капота, да, крышка. Ну, выглядит тоже стильной. Убираем и ставим новый. Стоп. Это от багажника, кажется. Блин, это багажник. Хорошо, тебя убираем, а тебя ставим. Знаете что? Я думаю, это была плохая идея. Давайте обратно все впендюрим. А вот дверь, мне кажется, мы можем заменить. Это какая дверь? Черт его знает. Пусть это будет задняя дверь. Так, ты иди, все. Отработала свое. Какого фига ты не ставишь? Как-то так? Походу, это не от моего корпуса. Что ж, ладно, придется довольствоваться этой уродской дверью. Обратно, Стасик. Блин, машина не хочет менять, не хочет перемен. Ууу, шоколадка. Ах, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мне просто нужно много энергии сразу получить. И долго-долго потом кататься, играть. Смотрите, это похоже на дынку. Чуть-чуть отхавал и половинку кидаем в холодильник. И забираем курасан. Ой, не поваляешь, не поешь. Ничего страшного. А вот как бы на крышу забраться. Кажется, я знаю. Холодильник, ты поможешь мне. Оп, есть! Вот это прыжок. И мы нашли вторую деталь от человека. Собери своего друга. Слушайте, а может быть мы реально можем даже собрать человека? Я думаю, нам стоит взять и руку, и ногу. Вот так. Пусть лежит здесь. Смотрите, это какой-то охладитель. Но он пустой. Мы можем его залить как раз-таки охлаждающей жидкостью. Черт его знает. Наверное, что-то полезное. Потом разберемся. По бензину у нас как? Один литр остался всего? О, боже мой. Знаете что? Я думаю, надо заливать то, что есть. Хотя здесь так много канистр. Один литр. Смотрите. Ах, ты канистра с бензином. Тут один литр целый есть. Ну что ж, откроем ее и пойдем заливать. Ем! Отлично. А вот, смотрите, еще один охладитель. Но здесь стопроцентная вода. А, тут можно просто воду заливать. По-моему, это улучшенный мотор, который нам следует с собой взять. Смотрите, еще бензин. Ох, сейчас мы заправимся. Такая координация движения здесь нужна. При том, что я в жизни использую свои руки обе одновременно. И еще и ноги, и голову, и рот одновременно. Все это использую одновременно. Здесь я не могу это все делать. Все, бросай. Не спрашивайте, чем я в жизни занимаюсь, что я использую это все одновременно. В связке с моим ртом. Записываю летсплей, конечно же. О, а ты что такое? Это, видимо, кусок мотора. Он выглядит очень неплохим. Такой хромированный, но пустой. Надо залить его маслом. Ох, чувствую, после этой игры я с пацанами буду стоять в гаражах и про машины базарить. Расскажи ему, как я. Он нашел мотор такой хромированный. Цилиндры там у него. Все работало. Все было в масле. Я пролил себе масло на руках. А потом остальное залил. Ну, потому что надо чуть-чуть. Знаете, когда анализы сдаешь, ну, анализы, в общем, сдаешь, нужно чуть-чуть сначала слить, а потом в баночку, а потом уже нести. То есть, не знаю, почему такое правило. Погоди, погоди, наливаем. Этого недостаточно. Продолжаем лить. В этой бутылке стопроцентный дизель. А это вода. Давайте попьем. Вот еще масло нашли. Стоп. Вы тоже об этом подумали? Это кнопка, которой нельзя нажать. Можно было и не думать об этом. Как долго мы здесь находимся? Все, полное. И что у нас под капотом? Кролик, конечно же. И вот я фокусник. Ты будешь выползать? Ты мне не нужен. Мне вообще ребята в комментариях написали, что кролики здесь не нужны, их не едят. Они несъедобные. Вы же токсичные. Иди отсюда, токсичный кролик. Он не хочет выползать. Ну, ладно, сиди здесь. Мне же вообще не сюда нужно лезть. У меня же сзади мотор. Ну, давайте поспим сначала. Мы спали стоя. Видите, какой я стрёмный на вид. Это что? Это oil tank. То есть, а мне тут-то я особо и не нужен. Вот в чем их разница, я не понимаю. У этого 4 литра. А у этого 5 литров объем. Так ты же мне нахрен не сдался. Как мне теперь забрать все? Блин, я теперь не могу забрать все масло, которое туда вылил. Просто так пролил. Это же надо, я так лоханулся опять. А я просто сначала не понимал, по каким критериям судить. По хромированности, по чистоте. Куда ты льешься? Выливаешься? Да, блин, не выливайся. Что ж, я такой неуклюжий сегодня. Все, немножко залил. Чушь какая-то. Я, короче, здесь занимаюсь какой-то ерундой. Но я хочу хоть что-нибудь заменить в своей машине. Давайте колесо поменяем. Иди сюда. Не ты. Я хочу покрышку снять. Или только так все делается? А, ну, видимо, только так. Покрышку снял. Новую, ультра-современную одел. Вот это да. Слушайте, погодите, нам нужен диск новый. Новые диски. Как здорово. Мы вот эту покрышку сюда поставим. Берегитесь, киски. У меня новые диски. Вот еще одно есть. А, красота. Давай поставим теперь тебя. И закроем. Ну, колпаки, конечно, да. Оставляет желать лучшего. Зато вот этот колпак красивый. Ну, давайте тебя, что ли, заменим. Вот так у нас будет на каждой стороне по одному клевому колесу. Ай, ладно, у меня уже руки чешутся. Все, поехали отсюда. Стоп, бочка, что там у нас? О, бензина много? Ну, он не чистый. Не чистый бензин. Ну, мне же нужен бензин в любом случае. У меня всего 2 литра. Давай зальем тебя тогда. Я начал пить это зачем? Наливается очень долго. Вот это меня раздражает. Давай быстрее. Ладно, уже почти 20% масла. Я думаю, этого пока что хватит, чтобы доехать до нового пункта. Теперь мы можем ехать. Погодите. А это что за здание далеко в пустыне? О, надо бы туда сгонять. И все, что произойдет в этом помещении, вы увидите не в этом видео, а на моем втором канале в дополнительном выпуске. Переходите туда и смотрите. Вот сейчас мы тормозим. 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 Что я только что сделал? Кажется, я ушатал свою машину чуть больше. Посмотрите, какая машина здесь стоит. Похожа на мою, если честно. Так, зажигание убрать. Все, выходим. Мне кажется, мы можем наверх забраться. Аккуратней. Ползем. Сейчас мы что-то увидим. Секрет. Давай, протискивайся. Это что, сани? Это реально сани. Вот чего я точно не ожидал найти. Да, блин, аккуратней. Ставим. Садимся. Вы понимаете, что это возможность ехать бесконечно? Это такой большой соблазн. Просто преодолеть весь путь на санях. Если, конечно же, у этого пути есть конец. Скорость, да, согласен, не самая большая. Мне кажется, я могу запрячь этих кроликов. Скачи, кролик. А я на тебе верхом. Тебе будет оказана великая честь быть ездовым кроликом в моей упряжке. Вы будете гнать, а я буду вас хлыстать. Блин, что же мне делать с этими санями? Они же прекрасны. Поверить не могу, поверить не могу, что из всего, что я мог с собой взять, я взял именно тебя, Сара. Теперь ты будешь ехать рядом со мной и зудеть, да? Дорогой, как весело, что мы с тобой отправились в это романтичное путешествие. Весело, да? Весело? Ну скажи, что тебе весело. Скажи, 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 скажи. А я тебя поцелую. Знаешь что? Иди песок целуй. Опа, смотри, там буря какая-то сзади. Эти сани могут быстрее, интересно? Давайте с Сарой будем толкаться, как будто на весло. Э, что ты делаешь? Ты куда полезла? Нет! Что ты делаешь? Погодите, мне кажется, это интересная идея. Сара может стать нашим реактивным ранцем. Благодаря ей мы сможем лететь на этих санях, как Санты-Клаусы. Оу! Воу! Ты перевернул нас! Будь ты проклята! Ты ненадежный компаньон. Чёртова дурацкая женщина. Уйти из глаз. Надо как-то понять, как мы можем тебя, моя дорогая, использовать в качестве ускорителя. Я чувствую, что это возможно. Вот сейчас, что это было. Погодите. Я на себя её тяну. И мы жесть как ускоряемся! Стой! Нет, нет! Мой мотор! Охренеть скорость! Давай, гони! Боже мой! Воу! Мне нужно зеркало с собой. Оп! 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 Осторожней! Что? Столб? Опасно так в столб въезжать. У нас нет еды. А там я вижу... Погоди-ка. Здание! Садимся! Едем! Далеко там ещё? Мы опять в сторону дороги вернулись. Ты чё делаешь? Это что я там вижу? Так, женщина, не мешай. Не путайся под ногами. А! Ладно, я вернусь за тобой попозже. Это что мы тут видим? А найду ли я потом её? Да пофигу. Что это такое? Целый огромный прицеп. Можно было бы к Сане прицепить. Это было бы, конечно, очень смешно. Погодите, нам срочно нужно поесть хоть что-нибудь. Что? Сара, ты здесь? Тогда мне та уже не нужна. А, вас тут две. Погодите. Присобачить. Я могу приспособить ногу к Саре? Чего, блин? Погодите. Нам нужно положить её на стол и совершить эту операцию. Блин, если бы я взял ту ногу, было бы две. А ещё и рука. Если бы я только её не потерял. Кстати говоря, здесь нету ничего из еды. Это очень плохо. Ведь я сейчас умру, а время тикает. Еда. Еда. Еда, пожалуйста. Колесо, телек, это всё не нужно. О, нет, 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 нет. Может быть, в багажнике что-то есть? Чертовски плохо идёт всё. Мы должны что-то найти срочно. Что это? Краска? Ой, я себе в рожу. Добрызгал, теперь я синий, кажется. Пожалуйста, это еда? О, нет, 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 нет. Есть. Зеркало заднего вида. Вот то, что мне нужно. Таким образом мы сможем использовать Сару и навигаться одновременно. Погодите, где моя женщина? Моя ненаглядная. С ногой, как настоящая женщина почти. Мы можем присобачить прямо вот сюда зеркало. Прицеп, к сожалению, мы не можем присобачить. Ну и чёрт бы с ним. Если мы будем сидеть вот так вот. Вот так? И вот так мы будем смотреть на дорогу. Теперь поспим на дорожку и поедем дальше, естественно. С каждым эпизодом Сара всё краше становится. Сара, это мой краш. Используй свою ногу для придания нам ещё большей скорости. Давай, ускоряй, ускоряй, ускоряй. Давай, Сара, быстрее, гони. Надо издавать этот звук противный. Едем! От дорога! Стой! Давай, выравнивайся. Отлично. Там буря за нами идёт. Нам надо как бы быстрее от неё удрать. Всё, мы выровнялись. Дорогу видно. Вот это скорость просто. Мы сейчас эту игру по спидрану пройдём. Давай, моя родная. Ещё поднажми, поднажми, поднажми. Всё будет хорошо. Ты справляешься отлично. О, я так устала, дорогой. У меня нога болит. Вот что она бы, наверное, сказала сейчас, если бы я давал ей возможность говорить. Но я держу её за рот, поэтому едем в тишине и комфорте. Скорость безумная. У той бури нет шансов нас догнать. Я думаю, вы не ждали, что я в такое путешествие вас с собой позову. На санях. С зеркалом заднего вида. Спиной вперёд. Вы можете посмотреть это видео как бы наоборот, реверсивно. И для тобой кажется, что я куда-то еду. Куда-то вперёд. Кажется, буря ещё ближе. Она всё-таки нас настигает. Жень? Что? Я хочу тебя поцеловать, как в фильме Человек-паук. Питер Паркер, Мэри Джейн. Ладно. Я сейчас смотрю на себя в зеркало и вижу, что я не вижу своей головы. Она куда-то у меня в плечи ушла. Слушайте, меня очень привлекает эта зелёная земля. Я хочу поехать посмотреть, что там. Гоу! Быстрей! Скорость неимоверная! Такую я ещё никогда не развивал. Скорость просто безумная. Я не могу доехать до этих зелёных полей. Как будто они недосягаемые. Ладно, доедем до этой скалы, а там посмотрим. Мчу, как сумасшедший. Где мы? Мы уже проехали скалу. И доехали до красных песков. Вот эта скорость! И что мы видим? Что это такое? Разве мы куда-то приехали? Разве мы видим что-то зелёное? Чувствую, что меня обманули. Я думал, будет какие-нибудь поля с травой, что-то красивое. Но это всего лишь пустыня. Моё любопытство меня, кажется, поимело. Нам нужно срочно искать еду себе. Значит, возвращаемся к дороге. Я не знаю, сколько мы будем до неё, правда, ехать. Дорогой, я не хочу, чтобы ты умер от голода. Если что, съешь мою ногу. Не беспокойся, я уже её обглодал. Давайте поспим, чтобы не ехать в ночь. Надеюсь, мы выживем. Вот эта скала. Значит, нам нужно вот в эту сторону. Нет! Что мне ещё с тобой возиться здесь? Иди сюда, ускоряйся. Мы скоро умрём. У нас ни воды, ни еды, ничего. Не, ну запас воды ещё нормальный. А вот еды как-то не очень. Смотрите, я вижу какую-то вышку. Но я не уверен, что туда надо. Мне кажется, гораздо надёжнее это ехать туда. В сторону дороги и там найти какой-то дом. Я реально переживаю за свою судьбу. Я могу умереть очень скоро. Сара, давай. Ты тоже должна за меня переживать. Гони. Ой, дорогой, я очень за тебя переживаю. А я за тебя не то чтобы. Вот это настоящая дорожная романтика. Два человека. Опа, смотрите. Стоп, 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 стоп. Чё-то есть, чё-то есть, чё-то есть. Так вот, два человека. Один из них получеловек. Любящие друг друга. Каждый по-своему. Они едут вместе и нуждаются друг в друге. Это так прекрасно. Надо мне залезть на эту вышку. Ну-ка, посмотрим что там. Словно я умер уже. Блин, всего лишь бутылка. Это всё? Бензин? Это всё? Нет. В автобусе что-нибудь. В автобусе. Какой мерзкий автобус. А я не могу зайти? А тут и ничего и нету. О, нет. Скорее валим. Автобус нас обманул, дорогая. Давай в упряжку. Я же говорил, что зайцев можно запрягать. Ведь ты такая зая, Сара. Жги. Хочу услышать твой рёв. Это ещё и эротическое, конечно же, приключение. С Евгением только так. Романтика. Немножко страсти, любви. И немного детского чуда, конечно же. Ведь мы едем на волшебных санях. И все начинают снова верить в Санту. Я Санта. Опа, дорога! Поэтому, родители, когда вы видите, что ваш сын или дочь смотрит меня, Юджина, знайте, что я учу только самому лучшему. Например, как использовать куклу для быстрой и романтичной поездки на санях. Деребян. Я учу зрителей своих тому, что такое любовь настоящая. Вот она перед вами, на ваших глазах. И если это не любовь, то я не знаю, что. Но чтобы сохранить эту любовь, нужно поесть срочно. Времени очень мало. Мне нужен дом срочно какой-нибудь. Так, ты задерживаешь меня, столб! Мой заклятый враг. Чего-то на горизонте ни одного домика не видно. Не теряем веру, не теряем надежду. И не теряем любовь, конечно же, Сара. Помню, что твоя боль спасет меня. А заодно и тебя. Ведь ты бесполезна без меня. Ты ничтожество. Ты вообще не существуешь даже. Никто не знает о твоем существовании, если не я. Поэтому спаси меня, если хочешь жить. Осторожней. Что? Еще автобус какой-то? Стоп. Так, швырнул ее грубо. Извини, конечно. О, боже мой. ХП все меньше. Погодите, это остановка автобусная. Нельзя ничего с ним сделать, с этим автобусом. Все, автобуса больше не трогаем. Сара, давай. Стоем. Пора ехать. Вот это трамплин. Сколько еще миль я должен проехать? Сколько? Почему ты испытываешь меня, игра? Давай, изо всех сил. Изо всех сил. Гоним. Мчим. Не бойся кактусов. Бойся столбов. Знаешь, что я сейчас подумал, Сара? Если последняя ведь твой пальчик на гид, то ты будешь понимать, откуда дует ветер. Просто решил заполнить паузу. Пока мы пытаемся отчаянно выжить. Выжить всю мощь из этого движка. Да. Юджин Моторс. Приобретайте движки только у меня. Самые лучшие. Сары. Радио бы еще с собой взять. Было бы здорово. Я не понял, игра собирается сгенерировать мне какой-нибудь домик? Хоть что-нибудь? Я столько им пожертвовал. Ты будешь меня награждать за эту жертву или нет? Игра. Гролик. О, выбежу на дорогу. Они уже, видите, подбираются. Чувствуют мою смерть надвигающуюся. Но я не сдамся без боя. Игра, пожалуйста. Сгенерируй. Да. Да, 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 да. На разворот. Все. Стоп. 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 Слезть. Слезть. Я приду сейчас. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Еда. 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 Жирафик. Здорово, что ты здесь, но еда. Что это? Съесть можно? Это же... Голбаска. Ой. Нет. Это дерьмо. Я дерьмо съел. Как и вы, когда посмотрели этот выпуск. Огромное всем спасибо, что смотрели. Это была действительно забавная поездочка. Я не знаю, будем ли мы еще играть в эту игру. Но если вам уж очень понравится, то дайте мне об этом знать. Не забывайте про мой второй канал коротких видосов. Ссылка будет в описании. И с вами был Евгений. Великий ездок. Романтичный. И очень брутальный. И очень голодный. И всем пять!